От телефонов до компьютеров люди во многих частях мира поддерживают связь друг с другом с помощью китайской техники и программного обеспечения. Пекин называет свою инициативу продвижения технологий цифровым шелковым путем. Она позиционируется как технологическая грань китайской программы «Один пояс, один путь», которая ставит своей целью распространение всего китайского – от дна океана до космоса. Германия, в прошлом покупавшая технологии КНР, сегодня рассматривает возможность запрета китайского оборудования для сетей связи 5G на своей территории. Строгие проверки потенциальных угроз безопасности теперь также осуществляются при закупках компонентов к существующим системам в телекоммуникационных сетях. И сами эти компоненты также будут подвергнуты тщательной проверке в ближайшие несколько месяцев. В США жесткие ограничения на китайские технологии начали вводиться еще при бывшем президенте Дональде Трампе, который мотивировал их соображениями национальной безопасности. В Великобритании технологии концерна Huawei должны быть демонтированы из 5G-сетей к концу 2027 года. Реакция Пекина на решение Лондона не заставила себя ждать. В Великобритании без конкретных доказательств под предлогом несуществующих рисков вступила в кооперацию с Соединенными Штатами, чтобы дискриминировать, притеснять и исключать из делового пространства китайские компании. Обеспокоенность Запада по поводу рисков в сфере безопасности в первую очередь связана с возможностями Пекина контролировать телекоммуникационную инфраструктуру. В то же время другие страны, в регионе от Юго-Восточной Азии до Африки, приветствовали предлагаемые Китаем более дешевые возможности создания цифровых коммуникационных сетей. В Африке, как и в других развивающихся регионах мира и в странах с формирующейся рыночной экономикой, дискуссия о Китае намного отличается от той, что идет на Западе. Акцент делается не столько на проблемах безопасности, сколько преимущественно на том, как китайские компании могут помочь этим странам развивать свою цифровую экономику. В то время как поставками цифрового оборудования, такого как телефоны, занимаются различные страны мира, есть одна область, где основными игроками являются США и Китай. Облачные услуги и вычисления — это важная сфера, на которую стоит обратить внимание. По мнению аналитиков, влияние конкуренции между странами могут ощутить на себе и обычные потребители. Понимание геополитического контекста действительно важно для среднего потребителя. Делая выбор, мы должны помнить о том, что правительство страны-производителя не обязательно действует так же, как наше. Эксперты призывают потребителей оценивать риски и задумываться о том, насколько можно доверять той или иной технологии в отношении, в частности, хранения и защиты личных данных и дальнейшего возможного использования информации о пользователях. Спасибо. 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 Спасибо.